МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Гертран", да? -"Софтрансавто". Это что, русская фирма? Да, господин комиссар. Там внизу написано. Москва и телекс. -"Софтрансавто". Крупнейшая транспортная компания Советского Союза, которая осуществляла грузовые и пассажирские перевозки как в страны Восточной, так и Северной, Центральной и Западной Европы. Автопоезда ходили и на Ближний Восток, в Ирак, в Иран, Афганистан. Официальным днём рождения компании принято считать 1 июля 1968 года. Именно тогда было образовано Главное управление Международных автомобильных сообщений. Во многим международным трассам расходятся автопоезда с эмблемой Совтрансавто. Они принадлежат советской транспортной фирме, всегда готовы выполнить поручения любой организации или предприятия на перевозку грузов и пассажиров по маршрутам СССР и других стран. Совтрансавто. Слово состоит из 12 букв, как на кириллице, так и на латинице. Хорошо узнаваемый шрифт сопровождался логотипом в виде литеры С. Она была образована из двух стрелок, указывающих направление движения. Сегодня сфера действия Совтрансавто простирается к берегам Тихого океана, откуда начинается транзит контейнерных грузов из стран Азии в Европу. Советские автомобили идут почти во все европейские государства и в обратном направлении. С годами Совтрансавто прирастал региональными филиалами. Очень часто они были приближены к государственной границе и, естественно, базировались вблизи крупных транспортных артерий. Минераловодское автотранспортное предприятие международных перевозок. Три с лишним года работают Вячеслав и Виктор Платоновы в одном экипаже на международных рейсах. На спидометре их машины уже более 300 тысяч километров дорог Европы и Азии. И снова в рейс. На этот раз в Иран. Еще на заре развития международного автомобильного сообщения автопоезда Совтрансавто в сцепке с двухосными сидельными тягачами МАЗ-504 и МАЗ-504В пересекали Европу вдоль и поперек. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов, под которой стоит подпись из Советского Союза, дала право автомобилям Совтрансавто беспрепятственно следовать через границы. Пунктами назначения были Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Италия, Франция, ФРГ, Финляндия, Швейцария, Швеция. Позже добавились Испания, Португалия, Норвегия и другие страны Старого Света. Водители фирмы – высококлассные автомобилисты, умеющие ориентироваться в самых сложных ситуациях современного магистрального автодвижения. Фирма заботится о том, чтобы каждый ее водитель прошел курс обучения иностранным языкам. Грузооборот нарастал год от года. Из одних стран автопоезда доставляли мебель, бытовую технику, станки, одежду, обувь, автомобильные запчасти. Из других везли живые цветы, свежие морепродукты, замороженное мясо и птицу. Британская фирма МНДС Шиппинг Компани активно сотрудничает с Совтрансавто в поставках английским заказчикам модернизированных советских тракторов Беларусь. В автопарке присутствовали как отечественные, так и иностранные автомобили. Основными были Вольво и Мерседес-Бенц. К 1980 году число тягачей с полуприцепами достигло 2000, а в географии перевозок числилось 25 стран. Совтрансавто – неизменный партнер Всесоюзного акционерного общества «Интурист» и Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Людям из разных стран помогает Совтрансавто увидеть своими глазами исторические места. По престижу работа водителей могла сравниться с профессией пилотов и бортпроводников международных авиалиний. Кинематограф активно этому способствовал. Дядя Сережа, а почему у вас на машине такие буквы нарисованы? Потому что едем мы из другой страны от Черного моря к Белому, чтобы все знали, что шоферы дальних перевозок не подведут. К началу перестройки Совтрансавто достигла максимальных финансово-экономических показателей, став одним из крупнейших перевозчиков в мире. К моменту развала СССР в 1991 году компания числилась в пуле крупнейших автоперевозчиков планеты. И не прекрати существование Советский Союз, Совтрансавто могло стать транспортным оператором номер один. Вот такие бренды советской эпохи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова